Проект «Читай быстро» представляет главные сниги Райнера Циттельмана «Искусство продвижения». Подписываемся на канал и сразу к 12 основным историям гениев самопиара. Про забезумного ученого. Он легко шел на провокации, был против правил, и последним компонентом его саморекламы можно назвать выступление по миру. Он читал лекции, общался на политические темы. Энди Уорхол, превративший мастерскую художника в фабрику. Он показал миру, что даже банка супа на полке супермаркета может быть красивой в своей монументальной банальности. Уорхол легко говорил о том, что его картины ничего не выражают и не значат. Карл Лагерфельд, создавший из себя абстракцию. Лагерфельд, человек многих профессий. Он занимался разработкой дизайна, делегируя другие задачи, чтобы сохранить свободу и работать с несколькими заказчиками одновременно. Его стратегия саморекламы строилась на ироничном отношении к себе, снобизме, самонадеянности и резких выражениях. Стивен Хокинг, как повелитель вселенной. Правильно выбрал космологию и общую теорию относительности, как специальность, где можно стать экспертом. Стал специалистом в том, что таинственно и непонятно простому обывателю превращал промахи в поводы заговорить о нем. Чистолюбивый спортсмен Мухаммед Али. Боксер с результатами ниже среднего, с безудержным хвастовством, предсказаниями о раунде поражения собеседника и привычкой сочинять короткие стишки. Было основано на эмоциональной незрелости и нарциссизме. Дональд Трамп. Миллиардер, считавший лестным любое внимание к себе. Он не скрывал частную жизнь, использовал всевозможные средства, чтобы оставаться на виду. Спонсирование телешоу, введение аккаунта в соцсетях, появление в СМИ. Полный перечень всех компонентов бренда Трампа читайте в статье по ссылке в описании. Арнольд Шварценеггер. Человек, который хорошо продает все, что делает. Он считал себя особенным, тонко чувствовал ситуации, где можно устроить саморекламу. Хотел сделать бодибилдинг популярным, чтобы развить карьеру и увеличить количество спортсменов. Опра Уинфри как воплощение американской мечты. Телеведущая считала богатство средством привлечения внимания. Старалась понравиться зрителям, а не начальству, не боялась глупых вопросов. Использовала темы жертв, чтобы быть успешной ведущей ток-шоу. Стив Джобс, считавший себя скорее бунтарем, чем бизнесменом. Он считал, что выполняет великую миссию и убеждал в этом сотрудников и покупателей. Ставил рекламу и маркетинг в приоритет. Построил личный бранд, не скрывая несдержанности и чрезмерной эмоциональности. Мадонна. Певица, популярная за счет эффективных сценических шоу, а не способностей. Ее самореклама была основана на провокациях сексуального характера. Умение легко перейти на мейнстрим образе современной женщины. Принцесса Диана, как королева сердец, вызвала всеобщую симпатию благодаря высокому эмоциональному интеллекту, способности к сопереживанию. Понимала нужды читателей массовой прессы, потому что была одной из них. Ким Кардашьяну Уэст знаменита тем, что знаменита. Установила контакты со знаменитостями, предлагая им разгрузить гардероб. Получила внимание из-за видеосексуального характера. Подала иск на компанию распространителя и после шумихи запустила реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Все это и даже чуть больше из книги «Искусство продвижения» ищите в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книги вместе с «Читай быстро». Субтитры сделал DimaTorzok